Здравствуйте, Евгения. Насколько я знаю, 12 марта в нашем городе открылся офис рефинансируй.рф. Хотелось бы чуть более подробно узнать о вашей деятельности. Давайте начнем с того, что расскажем, что такое рефинансирование. Рефинансирование – это погашение задолженности клиента перед сторонними кредитными организациями. Клиенту предлагается оформить новый договор на более выгодных и приемлемых для клиента условиях. Во время заключения договора процентная ставка у клиента снижается, иногда она снижается в десятки раз. Тем самым ежемесячный платеж у клиента становится меньше и приемлемым для него. То есть он экономит свой семейный бюджет. Мы занимаемся нашей компанией, агентством по рефинансированию микрозаймов. Мы работаем под брендом рефинансируй.рф. Основой деятельности нашей – это рефинансирование микрозаймов. Но с недавнего времени мы заключили партнерские договоры с банками крупнейшими на рефинансирование потребительских кредитов и ипотеки. Эта услуга достаточно популярна на сегодняшний день. Да, вот насчет сегодняшнего дня. Насколько действительно это актуально именно сейчас в условиях наших реалий? По нашей статистике, если смотреть по микрозаймам, то на одного клиента приходит примерно 3-4 микрозайма. Согласитесь, это достаточно большая сумма, количество микрозаймов. И помимо микрозаймов, у многих клиентов есть еще и потребительские кредиты. Когда они взяли телефон в кредит и в банке под высокие проценты, также они обращаются в нашу компанию и пытаются их рефинансировать, уменьшить свой платеж. По нашей статистике, примерно 30% клиентов – это люди, кто находится в преддефолтном состоянии, либо уже ушли в небольшую просрочку. Это не значит, что клиенты не хотят платить. Они хотят, они есть средства платить, просто они запутались в том количестве микрофинансовых компаний, банков, кому они должны. И люди делятся на две категории. Это первая категория людей, которые финансово грамотные, которые понимают, что ему легче платить одному кредитору с пониженной процентной ставкой. А вторая категория людей – это люди, которые уже ушли в небольшую просрочку, и они понимают, что вот-вот скоро он уже не потянет свою кредитную нагрузку, ему лучше уже обращаться за рефинансированием. И такой совет, когда людям необходимо уже обратиться за рефинансированием, когда больше половины своей зарплаты он тратит на погашение процентов по займам и кредитам, вот тогда человек уже стоит задуматься и обращаться за рефинансированием именно кредитов, микрозаймов и ипотеки. Сегодня очень часто говорят о процедуре банкротства, именно как об одном из выходов из какой-то сложной ситуации. Расскажите, что это за процедура и почему лучше все-таки от этого отказаться, как я понимаю? Банкротство, я бы сказал, это не выход из сложившейся ситуации, если клиенты много микрозаймов или кредитов. Это дорогостоящая услуга, это долгая услуга. То есть здесь человек, необходимо заплатить и госпошлину, и заработную плату арбитражному управляющему, который будет вести его дело. А также, если суд признает клиента банкротом, он в течение пяти лет при обращении в органы государственные либо в банки должен сначала сказать, что он является банкротом, потом уже задавать себе свои вопросы. И помимо этого, не каждому судебный орган может предоставить эту услугу банкротства. В основном предлагается реструктуризация долга, либо увеличение сроков его кредитов. И это не выход. Я еще раз повторяюсь, лучше обращаться именно за рефинансированием своих кредитов, обязательств, либо идти в микрофинансовые компании, в банки напрямую и общаться с ними индивидуально в случае, если возникли какие-либо проблемы с погашением задолженности. Все бывает. Бывает и уволили с работы, сократили зарплату, а платить надо. Лучше обратиться сразу напрямую, пообщаться с своим кредитором, и каждый банк пойдет на встречу клиенту. Для того, чтобы воспользоваться вашими услугами, кто это может сделать? Есть ли какие-то ограничения по количеству кредитов? И вообще, что нужно для того, чтобы начать с вами работу? У нас все очень просто. Необходимо прийти в наш офис, либо позвонить по телефону, и третий вариант – оставить заявку на нашем сайте. Человек оставляет только заявку и предоставляет паспорт. В течение двух-трех рабочих дней наши специалисты принимают решение. Если решение будет положительное, с клиентом подписывается договор, и денежные средства перечисляются на расчетные счета компании-кредитором. То есть клиент на руки деньги не получает. Это уменьшает риск, что человек взял в нескольких микрофинансовых компаниях деньги, но нас взял деньги и в итоге не погасил никому. То есть здесь мы погашаем напрямую. Количество микрозаймов, которые клиент может взять, оно не ограничено. Главное, чтобы их сумма была от 20 тысяч до 500 тысяч рублей. Если в эти пределы человек вмещается, значит, эту услугу можем оказать. Также особое внимание мы обращаем на клиента в уже просрочки. Если у клиента просрочка свыше 60 дней, к сожалению, рефинансировать микрозаймы в нашей компании не получится. Но наши сотрудники могут подсказать, как быть этому клиенту, куда обратиться. Потому что наши сотрудники не просто принимают заявки, как роботы, они еще и являются нашими финансовыми советниками. Они проконсультируют, расскажут клиентам. А вы сказали, что даже с ипотекой можно, а там-то суммы ведь достаточно большие. Да, мы являемся партнерами крупнейших банков. Мы принимаем заявки от клиентов, полностью клиентов консультируем. А выдачей, рефинансированием ипотеки занимается именно уже банк, которым клиент одобрит. Но наши услуги на рефинансирование потребительских кредитов, микрозаймов и ипотеки полностью для клиента бесплатные. Мы не требуем от клиентов денег за подачу заявок, за выдачу. То есть клиент приходит, вставляет заявку и получает решение. А дальше уже оплачивает нам, либо банк, которому вывел ипотеку, либо потребительский кредит. Что касается нашей компании по оплате, то оплатить можно несколькими способами. Первое – это оплата через наш сайт. Она полностью без комиссии. Второе – это терминалы Киви и системы контакт. Ну, либо третий способ, если клиенту удобно, это оплата через сторонние банки. Но здесь оплачивают необходимую комиссию. Расскажите чуть больше о вашей компании. Как давно вы уже существуете на рынке этих услуг? Где еще по России ваши филиалы открыты? Агентство по рефинансированию микрозаймов работает под брендом рефинансирует.рф. Мы являемся лидерами и первооткрывательными продуктами рефинансирования микрозаймов в России с 2014 года. Мы также входим в группу компании «Русмикрофинанс». Наша компания стала у истоков развития современного микрозаймов в России с 2011 года. На сегодняшний день мы представлены в 60 регионах нашей страны. Имеем более 300 партнерских офисов. А форматы офисов, которые у нас открылись в Рязани, это шестой офис. Планируем мы до конца марта открыть еще в Брянске и в Кемерово. А до конца 2018 года мы планируем расширить сеть таких офисов до 50 штук. Скажите, а кто контролирует вашу деятельность? Мы являемся микрофинансовой компанией. Контролирует нас Центральный банк Российской Федерации. То есть полностью подконтролены этому органу. И на нашем информационной стенде можно ознакомиться с полной информацией, со свидетельством, с документами, которые обязаны микрофинансовой компании размещать у себя для клиентов. Смотрите, получается, что абсолютно без разницы, в какой компании, у какого банка я брала микрозайм или потребительский кредит, в любом случае вы сможете рефинансировать. Здесь необходимо разделять два понятия – микрозаймы и кредиты. Микрозаймы выдают только микрофинансовые компании, это МФО сокращенно, либо из кредита выдают именно банки, банковские учреждения. У них процентные ставки отличаются кардинально. Если у клиента есть портфель, так называемый, микрозаймов, 3-4 микрозайма, то мы ему их рефинансируем и уменьшим платеж. А если касается кредитов, то здесь уже принимает решение банк, который оказывает услугу рефинансирования. Скажите, а с коллекторами вы работаете? Нет, мы отказались от услуг коллекторов, потому что мы работаем в правовом русле, то есть если клиент не оплачивает нам микрозайм, который он получил, мы обращаемся в судебные органы и взыскиваем уже через судебных приставов. Хочу заметить, что таких клиентов очень мало, из-за того, что мы и так клиентам помогли снизить его нагрузку, и клиентам удобно платить нам, одному кредитору, а не бегать раз в две недели в разное МФО. Скажите, ну вот, наверное, на сегодняшний день все-таки существует какая-то определенная проблема у нашего населения с финансовой грамотностью. Мы не всегда понимаем, как нужно себя вести при оформлении тех же самых микрозаймов, кредитов, на что нужно обращать внимание. Ваша компания каким-то образом пытается повысить грамотность населения? Да, конечно, у нас в наших городах, где мы присутствуем с офисами, проводятся дни финансовой грамотности. Наши юристы, специалисты выезжают в регион и консультируют клиентам по всем вопросам, связанным с финансами. Люди действительно не читают договоры, которые они заключают из-за того, что хотят получить быстрые деньги и решить свои какие-то срочные вопросы. Люди не рассчитывают свои будущие доходы и свои расходы не сопоставляют. И поэтому складывается такая ситуация, когда клиенты становятся закредитованными. Можно привести даже пример, что большинство клиентов берут один займ, не справляются с погашением первого займа, берут второй займ для погашения первого и так далее. И колесо, получается, закручивается, и портфель этих займов у клиентов растает. Я призываю жителей города и области не ждать просрочки, а уже обращаться сегодня в наш новый офис, который открылся в центре города, в Рязани, по адресу улицы Грибоедова, дом 22, корпус 1. Наши специалисты помогут оставить заявку клиенту на рефинансирование не только микрозаймов, но и потребительских кредитов и ипотеки. При себе необходимо иметь паспорт и договоры с другими микрофинансовыми организациями. Заявка подается на течение 10-15 минут. Решение, как я ранее говорила, это до 2-3 рабочих дней. Также, если клиенту неудобно приехать в наш офис, он может оставить заявку на нашем сайте рефинансируя.рф. Здесь необходимо просто оставить заявку без подтверждающих документов. В случае понесения предварительного решения специалисты уже сообщат адрес офиса и куда необходимо подъехать, с какими документами. Евгений, большое спасибо, что сегодня к нам пришли, повысили нашу финансовую грамотность. Мы желаем вам удачи и успехов в работе в нашем городе. Спасибо большое. На этом наша программа подходит к концу. Нашим телезрителям мы желаем всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова